Установка чума, перетягивание палки, бег на лямпах, метание тензия на хоре и прыжки через нарты. Для тех, кто родился и вырос в тундре, пройти эти испытания не составит большого труда. Но кто справится с ними лучше, пытались выяснить студенты СГК и НАЭТ. В минувшую субботу они представляли команды бригад Канинской и Большеземельской тундр в конкурсе «Смотрящие за оленями». Он был организован этнокультурным центром округа и посвящен году оленеводства в НАО. У нас условие – это правильно поставить чум. Первое задание конкурса «Смотрящие за оленями» – установка чума. Правильно расположить шесты – это только пол-дела. С ними участники команд справились быстро. Сложнее оказалось укрыть их брезентом. Надо туда и туда и к шестам. Вот так, вот так, да? Да, к шестам. Приходилось вам в жизни установить чум? Нет. Да. Ну как вы считаете, это же ваша команда. Включается у них? Или что она делает? Не знаю. Я, как говорится, я в палатке родился. Я не знаю, как это сделать. Пока Сергей наблюдает за работой своих товарищей и отвлекается на наши вопросы, команда соперников сборная Большеземельской тундры успела заскучать. С первым заданием они справились быстрее. А вот насколько правильно – решат эксперты. Самое главное здесь не на время, а на качестве направленности. Место выбрано правильно, нет? Тоже, конечно, видите? Тоже в яме, видите, да? Хотя можно было здесь выбрать. Видите, место есть? Правильно? Или же можно было, если места нету, им просто словесно сказать, что мы выбрали место. Ну, бывает такие, да. Ладно, мы с этим согласны, да? Ну что, минус тоже один, да? Да, минус четыре, значит. Четыре балла. Четыре балла. В команде Канинской тундры эксперты начислили три балла. Ребята допустили две ошибки. Неправильно выбрали место для установки чума в яме, куда будет стекать вода. И оставили слишком маленькое отверстие для печной трубы. А сверху должна быть дырочка побольше, чтобы вот эти искорки не задели... В противоположарном отношении, да, да. Безопасность должна была учтена. Но не время расстраиваться из-за упущенных баллов. Время перетягивать палку, стеснув зубы и не жалея своих рук. Ребята со всех сил старались обойти своих соперников. Следующее испытание конкурса – бег на лямпах, деревянных охотничьих лыжах. Без сноровки на них не то, чтобы пробежать, но и пройти – дело непростое. Впрочем, если есть способности, не помешает даже длинный сарафан. Представительницы слабого пола в этом испытании смогли дать фору сильным парням. На лыжах приходилось раньше бегать? На таких лыжах, да, приходилось. Когда-то с папой мы ездили за дровами. И было очень сугробно. И он давал мне такие лыжи, и я ходила. Между деревья, правда, не по чистому месту. По словам экспертов, самое сложное испытание для участников команд – бросание тензея. Умение укоротить веревку и поймать цель – отличительная черта настоящего оленевода. Здесь все развивается. И точность, и глазомер, и погодные условия, естественно. Он же видит нужного оленя, он бросает вот именно что. А у них рога все, у всех ведь разные. Он бежит, и много оленей бежит, а вот он выбирает именно того оленя, он его накидывает на него. А они в движении, да? Они все двигаются. Вот это самое сложное. Но это дело практики? Конечно, конечно. Они все это приобрели. Они уже приобрели, как родились. Они в тундре родились, они живут в этих условиях. Это у них присуще, скажем так. Они с генами, с кровью приобрели это все. Пока ребята соревнуются в состязаниях, за ними с любопытством наблюдают болельщики. На твой взгляд, хорошо у них получается, нет? Хорошо. Вот для тебя какое состязание было бы наиболее интересным? Да. Ты в таких состязаниях участвовал когда-нибудь? Да. Что у тебя получилось больше всего, что больше всего нравится? Кинзейми дать. Кинзейми дать? Да. Почему? Ну это же сложно. Вот мне эксперт сказал, что это самое сложное задание. Я кидал уже. Кидал. Получается? Да. Заключительным испытанием конкурса были прыжки через нарты. Пока эксперты подсчитывали баллы, всежелающие могли подкрепиться и согреться горячим чаем из самовара. Здравствуйте. А чем сегодня угощаете гостей? Холодец. Зельди копченые. Чай вот готовим. Чай из самовара я смотрю. Да. Потом печеные, рыбники с мороженой, батрушкой, со сметаной, с картошкой. Вот все такое. Холодчина. Уха, пожалуйста, попробуйте вкусные, горячие. Время объявить победителей. Наибольшее количество баллов набрала бригада Большеземельской тундры. По словам организаторов, сотрудников этнокультурного центра НАО, в этом не было сомнений. Чисто мужская команда ребят из группы оленеводов-механизаторов НАЭД естественным образом взяла верх.